Вы на канале «На краю земли» и в этом видео инаугурация президента Аргентины Милей, взгляд из толпы, интервью с аргентинцами, чего они ждут и почему хотят этого президента, моменты из речи Милей и просто эпизоды этого дня, как это было в Аргентине. Сразу хочется сказать, что мероприятие прошло очень организованно и спокойно, несмотря на то, что людей было очень много. Вот так мы шли на площадь Конгресса, где была инаугурация. Меня зовут Наталья. Я живу в Аргентине более двух лет и на этом канале я хочу показать вам жизни этой страны, природу, город, деревню, традиции и проблемы. Коснуться каких-то жизненных тем, которые важны на любом краю земли. Ну вот мы подошли к площади Конгресса, люди собираются. Скоро должен переехать Милей на инаугурацию. Вот так люди его ждут. Кстати, в Аргентине действует традиция давать двойные имена. У нас в России, например, имя и отчество. В Аргентине же это будет два имени. Например, у моей свекрови двойное имя Кристина Мария. А полное имя Милей – Хавьер Херардо Милей. Я хотела показать вам лица людей и специально встала на потоке движения. Аргентина – страна многонациональная, так же, как и Россия и, например, Соединенные Штаты Америки. Это страна мигрантов. Здесь живет очень много выходцев из Европы. Конечно, основная волна миграции была в начале 20 века. Коренное население – это в основном потомки индийских племен. И это очень красивые лица на самом деле. Сейчас очень много мигрантов из Венесуэлы в связи с экономической ситуацией в этой стране. Ну и люди периодически кричали эти слова «La libertad carajo». Как объяснил мне мой муж, «караха» – это обращение сленговое мужчин друг к другу, например, на улице или в своей тесной компании. Слово «libertad», я думаю, вы знаете. Это свобода. Этот мужчина в военной форме – это ветеран войны в Мальвинах. Мальвины – это острова в Атлантическом океане, которые находятся недалеко от Аргентины. И в 1982 году они были захвачены Англией. Сейчас это территория Англии. Президент! 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 И почему это так, я надеюсь, вы поймете из ответа на вопрос, который я задавала на площади Конгресса. Какие три основные вещи, которые улучшат положение в стране, люди ожидают от работы Хавьер Милей и которые являются важными для их личной жизни. Ну а сейчас вы увидите один короткий ценный кадр, как Милей едет по улице города в открытой машине вместе со своей сестрой. Сняла дочь моего мужа Манила, спасибо ей большое за это, и я надеюсь, вы это оцените. Этот кадр для меня был большим сюрпризом, и я очень благодарна, потому что мне такой кадр сделать не удалось. Ну а сейчас вы услышите три основных ожидания аргентинцев от своего нового президента Хавьера Милей. Снизить инфляцию, стабилизировать ситуацию в стране и снять с своих постов коррумпированных политиков. Три важные вещи, на мой взгляд, это сократить государственный штаб и снизить налоги. Второе, сделать трудовую реформу, чтобы можно было легко нанимать и увольнять людей в случае необходимости. И третье, это открытая коммерция, сделать так, чтобы Аргентина могла взаимодействовать со всеми странами. Чтобы мы имели больше прав, чтобы мы не зависели от пособий правительства и могли сами зарабатывать деньги в белую. Чтобы мы хорошо растили детей и имели будущее с надеждой. Мне попалась такая чудесная супружеская пара. И что сказала женщина от имени семьи? Снизить бедность, сдержать инфляцию, вывести страну из состояния упадка. Ужасно, что мы так в него вляпались. Для такой богатой страны 50% бедных это преступление. И этого не должно быть. Мы должны строить отношения со здравыми людьми и людьми с честью. Но, видимо, это говорится о правительстве. Более всего ждем, чтобы не развивалась инфляция. Уменьшение штата правительства и затрат на него. Предоставить людям возможность создавать богатство и свои компании. Чтобы люди могли делать инвестиции. Чтобы предоставили людям работу и помогли им выйти из нищеты. Единственное работающее решение, чтобы открывались компании, которые будут нанимать людей. Есть много людей в ситуации на улице. И то правительство, которое есть сейчас, чтобы оно ушло. Чтобы оно покинуло нас. Реформы, которые нужно сделать, нужна срочная корректировка всех затрат на правительство. Конечно, остановить инфляцию, что было бы идеально. Управлять как можно лучше, и мы будем сотрудничать. Думаю, мы ждем стабилизации и порядка. Мы ждем одно изменение, и это изменение поначалу может быть очень трудным. Мы знали, за что голосовали, и это будет тяжелая работа. Я думаю, что примерно 6-12 лет нужно для того, чтобы прийти к стабильности. Мы знали, что рецепт и решение, которое предлагает наш президент, нелегкое, но оно правдивое. И мы согласились с этим. Эта дорога правильная, и она в будущем позволит иметь нам лучшие возможности и выгоды. Правосудие, снижение инфляции и стабильность. Три вещи. Инфляция, безопасность и образование. Работа, образование, безопасность. Это такие основополагающие вещи, и это то, что я хочу. Безопасность, образование, работа. Безопасность – это во-первых. Что я жду? Навести порядок в экономике, чтобы не было нищеты. Также, чтобы разрешили проблему безопасности, чтобы были непреклонны с людьми, которые совершили преступления и заслуживают наказания. Вернуть Аргентину к процветанию. Аргентина была мировой державой, а сейчас нищета. Спасибо. 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 Эта женщина несет флаг Венесуэлы. Как минимум, мы ждем от президента не для нас, для наших детей, чтобы они могли проходить образование и заканчивать его, чтобы не было нищеты, чтобы была еда каждый день. У меня есть сын, он покинул страну из-за бедности. Чтобы дети могли учиться, чтобы была безопасность и здоровье. Это три основные вещи, на мой взгляд. Безопасность, инфляция и возможность иметь хорошую работу. Сейчас Хавьер Милей подъезжает к площади Конгресса, и люди так его встречают. Я думаю, поймут сам людей, и вы поймете, как на самом деле люди хотят перемен. Сейчас на мониторах демонстрируется процедура вступления в должность президента. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, и хотелось, чтобы мы все посмотрели на мнение друг друга, какие три самые важные вещи, на ваш взгляд, вы хотели бы видеть в вашей стране. Этот мужчина представитель коренных народов Латинской Америки. Такие вот красивые лица. Продолжение следует... Желто-зеленый флаг – это флаг Бразилии. Как видите, на площади стояли большие мониторы, и люди наблюдали детали инаугурации с них. Сейчас соответствующие документы подписывает Хавьер Милей и вице-президент Виктория Вильяруэль. Как позже скажет Милей в своей речи, когда два года назад они вошли в палату депутата вместе с Викторией и начали свою работу как депутаты, мало кто ожидал, что это закончится так. Милей в Курте. Милей в Курте. Милей в Курте. Милей в Курте. В начале речи Милей сказал, что сегодня начнется новая эра в Аргентине, закончится долгая, грустная и печальная эпоха спада и декаданса. Декаданс — это период упадка. Аргентинцы решительно выразили своё мнение и не хотят возвращаться. Мы будем строить эру мира и процветания, роста и развития, свободы и прогресса. Браво, Игорь! Было очень много цифр и очень много показателей. И также конкретный прогноз по инфляции, который он дал прямо вот здесь в речи президента, текущий уровень инфляции в месяц в Аргентине около 42%. И те меры, которые планирует предпринять правительство Милея, должны снизить инфляцию до 20% к февралю будущего года. Ну и чтобы вам было более понятно, я приведу несколько статистик, которые я записала из этой речи. Долг импортера составляет 30 миллиардов долларов. Долг Центробанку составляет 27 миллиардов долларов. Долг казначейства, помимо долга Центробанку, составляет 37 миллиардов долларов. И всё это вместе 100 миллиардов долларов. Но на этом долги не заканчиваются. Это я привела только несколько показателей. Ну и что меня ещё приятно удивило, что в течение этой первой недели правления, несмотря на ураган и прочие форс-мажорные обстоятельства, Милей выложил несколько экономических программ, которые должны урегулировать и улучшить ситуацию в стране. И, исходя из всего вышесказанного, и пользуясь такой возможностью, хочу поделиться одной своей идеей. На мой взгляд, очень хорошо, когда в стране будет источник информации, возможно, это какой-то сайт или какая-то ежемесячная газета, или, может быть, она раз в полгода будет выходить, где будут публиковаться статистики страны, где это будет делаться в простой доступной форме, чтобы эти статистики мог понять человек, закончивший школу. Например, такие вещи, как открытая информация, сколько денег поступило в казну по налогу на прибыль, скажем, за февраль месяц, какие планы и в конце концов на что они были потрачены, эти деньги. Я думаю, что на самом деле сейчас эпоху блокчейна и высоких компьютерных технологий это не так сложно. И не так сложно сделать эти операции фиксированными и сохранить достоверность, чтобы они не были подвержены фальсификации. В своей речи Милей приводил много исторических примеров, которые помогали по-новому взглянуть на текущую ситуацию. И вот, например, история Конституции Аргентины. Примерно 200 лет назад, когда страна была раздираема междуусобными войнами, одна группа аргентинцев встретилась в Сан-Мигель-де-Тукуман. И теперь мы имеем нацию свободную и независимую. Мы столкнулись с внутренними спорами, какой должна быть форма устройства государства. И в 1853 году группа молодых людей, которых называли поколением 37-го, собралась, чтобы объединить идеи свободы и сделать их реальностью. И так они приняли Конституцию свободы, с целью обеспечить преимущество свободы для нас, для своих потомков и для всех, кто хочет жить в Аргентине. После принятия этой Конституции был небывалый рост экономики, небывалый за всю нашу историю. Из страны-варвара, ведущих непрерывную войну, мы превратились в ведущую мировую державу. Наше побережье приняло миллионы эмигрантов из Европы. Вы знаете, не раз смотрела в словарях определение слова «свобода». На самом деле многие известные философы пытались разобраться в этом понятии, что такое свобода. Вы сами можете набрать в интернете слово «свобода» и посмотреть, какие есть определения. Но я хочу поделиться с вами своим личным мнением. В моём понимании, свобода — это когда у человека есть силы, знания, возможности идти к своим целям, при этом считаться с окружающей его реальностью, действительностью, и когда результатом всего этого есть улучшение. Если нет улучшений, ну для меня что-то не так с этой свободой, значит, это не настоящая свобода. Ну, знаете, такие примеры. Например, в Советском Союзе, где я родилась, были запрещены к изданию некоторой книги. Люди просто не могли их читать или искали какими-то тайными путями, перепечатывали друг у друга. Конечно, такие вещи ограничивали свободу, потому что это ограничивает знания. В Западном мире, на мой взгляд, действует другой полюс — это чрезмерная распущенность и вседозволенность. Например, я была очень удивлена, когда переехала в Аргентину, когда на улице правительство, прошлое правительство, раздавало листовки, как правильно принимать наркотики. Но это не даёт свободы, это уничтожает здоровье, способности, интеллектуальные способности, разрушает семьи. Но в конечном итоге это всё будет вести к смерти человека. Это не есть свобода. В своей речи Милей сказала о свободе такую вещь, что в рамках закона человек может делать всё, что считает нужным. Это всё очень правильно, только хочется добавить, что при этом очень важно иметь разумные законы, и очень важно, чтобы в обществе была, по крайней мере, большая часть людей была разумная. Скажу ещё некоторые вещи из речи Милея в области образования, безопасности и экономики. Милей привёл такие статистики из области образования. В Аргентине 16% детей заканчивают школу, ну, как здесь говорят, по форме и времени, то есть полноценно посещают её и проходят программу полноценно. Только 16%. Из этих 16% и 70% детей не могут делать математические элементарные операции. В первую неделю работы Милея уже было принято первое положительное изменение для школ. Был принят закон, запрещающий использовать слова среднего пола, то есть не мужчина и женщина, а средний пол. И запрет на использование лексики, относящейся к этому среднему полу, и изменение грамматических правил языка. Статистика по безопасности из речи Милея. Только 3% совершивших преступления людей получили соответствующее наказание. И это как удар в спину для честных граждан. Чтобы вам была немного понятней ситуация в этой сфере, я приведу один пример, который случился в стране 2-3 месяца назад. К сожалению, он печальный. Это когда 17-летний парень убил 11-летнего подростка. Когда проводилось расследование этой ситуации, выяснилось, что до этого этот молодой человек совершил очень много правонарушений, и неоднократно приезжали депутаты или другие политики, которые вытаскивали его из полиции. И это один пример, но он не единственный. То, как действовало предыдущее правительство, поощряя преступность. Я приведу еще несколько моментов, касающихся экономики, в речи Милея, и на этом с речи Милея буду заканчивать. Милей сказал такое. Денежная политика действует с некоторым отставанием. И я оцениваю в 18-24 месяца необходимость действий, которые будут покрывать издержки текущего денежного хаоса от уходящего правительства. Также планируется сокращение затрат на государственный аппарат. Сокращение ведомств, департамент с 18 до 9. Оплата государственным служащим зарплаты только тем, кто приходит на работу. Потому что сейчас была такая ситуация, что, например, в ведомстве 200 рабочих мест, а оплачивалось 1000 сотрудников. Снижение ограничений на импорт, снижение субсидий транспортным и коммунальным службам и увеличение финансовой помощи малоимущим семьям. Знаете, на мой взгляд, это очень продуманная финансовая политика, включая последний пункт. Потому что, учитывая текущую экономическую ситуацию и отмену субсидий на коммунальные услуги, что приведет к росту платежей за свет, газ и так далее, конечно, малоимущим семьям будет очень трудно. И в этот период нужна поддержка. Но важно и другое то, что сказал Милей, и с чем я тоже согласна, что выход из бедности — это свобода. Это когда вы действуете в рамках определенных правил и норм. Но действуете, берете ответственность за свою жизнь сами. Повсеместная выдача денежных пособий прошлым правительствам привела к тому, что в стране сегодня 45% бедных и 10% находятся на грани нищеты. И это совсем другая ситуация, которая была в Аргентине в начале 20 века, когда Буэнос-Айрес был один из богатейших городов мира, которая была в стране после принятия Конституции. И это очень хороший исторический пример, который показывает, что свободы, разумные правила могут привести к тому, что люди сами будут создавать богатство. Знаете, что меня очень удивило в этой ситуации — это взаимодействие людей со своим президентом. Милей говорил такие слова, что я предпочитаю сказать трудную правду, чем комфортную ложь. И он действительно говорил очень жесткие вещи. Он говорил о том, что дорога к улучшению не будет легкой. И предстоит очень большая работа, чтобы вывести страну на какую-то плато. Это окончание речи не было. «Очень отца 기� exciting». «Связь собака González» «Связь собака в больницу» «Связь собака стабиль. На федер switches контракла nous 10 Industries». Для народаreet defеч conceive, и своестрональность, та Харпевта дblue. На происходя через bug». please всего объясняйте, что вы prefекли, Coca-Cola не восп即янbirими святыми словами – а Bread будет некий, но оружие боится в двух словах. К67-8 логирамолев도, а activно прогнозащайт Казань livамбук 1 Жизнь со свободой хорошо парень и я добавила в любой стране фотографируется группа из Бразилии как видите зеленый флаг а сейчас я просто покажу вам некоторые моменты этого дня сейчас все расходятся после инаугурации по-моему это был единственный мужчина в официальном костюме которого я увидела в толпе все остальные были в удобной одежде спортивного стиля эти ребята по собственной инициативе убирали мусор после инаугурации то есть это не правительственное ведомство это их собственное желание и я хочу выразить свое восхищение и сказать им спасибо и хочу передать большой привет и спасибо в город Омск Наталье Клименко есть у нас такая девушка в Омске которая организует подобные мероприятия собирают людей и тоже убирают мусор эта собачка с флагом Аргентины стала знаменитостью в этот день и снимали очень многие и как видите люди очень быстро сориентировались ситуации продавали флаги продавали футболки продавали банданы на инаугурации соответственно было очень много официальных делегаций одна из больших делегаций была из Испании приезжал король Испании полиция обеспечивает проект этой делегации единственное что хочется сказать что король Испании и другие представители делегации находились рядом с милей и это все было под открытым солнцем солнце было очень сильно в этот день моей голове было некомфортно мне кажется что в будущем было бы хорошо обеспечить какой-то навес взгляд не только правительство должно заботиться о народе но и люди должны помогать правительству которое обеспечивает лучшую жизнь тоже должны заботиться и 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 Я, честно говоря, удивляюсь. Холодная вода, лимонад со льдом, очень много пьют холодных напитков. Честно говоря, это не очень хорошо для здоровья. Вот такой очаровательный молодой человек с термохолодильником, перебирает лед. АПЛОДИСМЕНТЫ Гости на страничку канала. Будем общаться, будем на связи.